МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Несюрович Екатерина, и это новости in Poland. Темы сегодняшнего нашего выпуска Женские протесты в Польше продолжаются Тематические мастер-классы для детей Ночное посещение выставок в Мувигейт И из-за большого количества зараженных коронавирусом Польское правительство решило закрыть кладбище на несколько дней Женская забастовка в Варшаве, безусловно, была самой крупной в пятницу Но жители Врослова также не дали о себе забыть И они в этот день, так как и в Варшаве, протестовали Пешком, на машинах и на велосипедах Большая группа демонстрантов собралась в пятницу Около 17.30 на площади у главного вокзала Оттуда они продолжили свой путь по главным улицам города В районе пересечения улиц Петра Скарги и Олавской Организовали свой пикет группа ProLife Это была группа, состоящая из нескольких человек Держащих большой баннер с лозунгами против аборции Один из участников через громкоговоритель читал молитву Отче наш «Если государство не защитит нас, я защищу свою сестру» Свобода, равенство, демократия Я думаю, чувствую, решаю Ты не хочешь сделать аборт – не делай Революция – это женщина Кто не прыгает, тот за ПИС Это примеры лозунгов демонстрантов Протест традиционно был направлен в сторону штаб-квартиры ПИС На площади Солидарности Поскольку в прошлую среду в некоторых частях города Националистические группы нападали на протестующих Организаторы призывали не приходить на акцию в одиночку Не обгонять людей в светоотражающих жилетах Не отдаляться от марша Прислушиваться к объявлениям И никого не провоцировать Несмотря на это, около 20 часов произошел инцидент в районе улицы Пуркинье В колонии подошел агрессивный мужчина И атаковал одного из протестующих перцовым баллончиком А позднее скрылся Атакованному мужчине помощь обеспечили медработники По его словам, больше никто не пострадал Злоумышленник был один и быстро покинул место происшествия Как оказалось, нападавшим был 58-летний житель столицы Нижней Силезии У мужчины полицейские обнаружили перцовый баллончик, нож и металлические винты Задержанный гражданин Врослав объяснил, что не согласен с демонстрантами И поэтому напал на одного из протестующих Желающие протестовать на машинах, около 17 часов встретились на парковочной зоне главного вокзала Проложили маршрут через улицы Малаховского, Пуласки, Дерекцина, Шленжна, Выщегова и Карконоска Некоторые из протестующих позже заблокировали проезд через центр города, чтобы поддержать пешеходный протест А около 18 часов с площади Свободы выехала колонна протестующих на велосипедах Между тем, на площади Яна Павла II прошел пикник врославских революционеров Каждый мог выговориться в микрофон Также были и театральные выступления в поддержку протеста Протестующих сопровождали машины скорой помощи, а также и полицейские, следившие за порядком во время похода Протесты прошли в пятницу, 30 октября, не только во Вроцлаве, но и во многих других городах Нижней Силезии Например, в городке Конты-Вроцлавский впервые по улицам прошел марш солидарности с протестующими Они также, с помощью банеров и лозунгов, выражали свое несогласие с ужесточением закона об абортах Пятничного протеста во Вроцлаве, несмотря на дождливую погоду, присоединились жители Ливницы, Волбжиха и Швидницы 1 ноября вся Польша отмечает День Всех Святых, а 2 ноября поминает умерших 1 листопада вспоминаем в одну урочистость, в одном дне всех святых, то есть все, которые осуществили уже хваву неба Это те святы, можно сказать, безименны, это могут быть тоже наши близкие, родители, кремни, приятели, которые уже смотрят Бога в твари, уже в небе 2 листопад, это день, в котором вспоминаем всех верных умерших, то есть те, которые еще не чешутся, pełням счастья Польский народ очень уважительно и с большой трепетностью относится к этим дням Несмотря на это, в связи с быстрым ростом числа заболевших коронавирусом, правительство Польши издало указ о закрытии кладбищ на время праздников Это была одна из самых важных информаций, которую премьер-министр Матеуш Моровецкий предоставил во время пятничной конференции Кладбище во всей стране были закрыты во время всего праздничного периода 31 октября, 1 ноября и 2 ноября Единственным исключением являлось провожение похорон и связанных с ними мероприятий Не можем физически стануть над гробами наших близких, можно и поплакать, и вспоминать Здесь в Польше, но я думаю, что не только в Польше Но есть такая прекрасная традиция, что дбами о гробы наших близких, что часто отвязываем не только в последних летах, не только в дни 1 или 2 листопада, а не только в листопаде Но как я вижу, что в целом целом эти цепентарты выглядят красивые, часто оздобленные цветами, праздничные, праздничные, это такой довод памяти, этой связи, милости, приязни Из-за закрытия кладбища была остановлена продажа цветов и свечей Чтобы уменьшить убытки, которые принесут продавцы, премьер-министр объявил о выплате компенсации Но многие жители посчитали, что этого будет недостаточно Мэр города Врослава Яцек Сутрик попросил городской совет по озеленению выкупить хризантемы и посадить их в тех местах, где давно планировалось озеленение Так, на Гроугрин, недавно открывшейся озелененной зоне отдыха, теперь появились хризантемы в горшках Также мэр города предложил цветочникам переставить свои палатки с цветами на площади у церкви Святой Марии Магдалены, а также на площади Новый Тарк Многие продавцы были рады инициативе самих жителей города, которые в знак солидарности скупали у них букеты Кто-то оставлял их у входа на кладбище, а кто-то просто забирал с собой домой Эти дни показали, что самое главное в трудных ситуациях – это поддержка людей, ведь мы все в ней нуждаемся Мувигейт – это исключительное место в Европе, которое перенесет вас в волшебный мир кино, науки и истории Эта уникальная выставка, состоящая из оригинальных костюмов и реквизита из величайших мегапродукций мирового кинематографа позволит вам перенестись в мир, который до сих пор был доступен только на экранах кинотеатров и телевизоров Здесь представлены костюмы самых популярных актеров мира и необычайный реквизит, без которого многие известные нам кинообразы не были узнаваемы В других павильонах галереи Мувигейт расположена лаборатория иллюзий, где можно узнать о том, что на первый взгляд может показаться нелогичным, но на самом деле является магией Все это находится в историческом бункере, построенном в самом центре города Об этом необычном месте нам также расскажет одна из выставок галереи, посвященной истории давнего Вроцлава и Нижней Силезии По случаю Хэллоуина у жителей города была замечательная возможность посетить Мувгейт ночью с несколько другой перспективы Организаторы предупреждали, что выставку могут посетить не только горожане, но и неожиданные мрачные жители подземного царства Также в галерее была оборудована лаборатория, где гости могли понаблюдать за проведением экспериментов и даже лично в них поучаствовать Очень рекомендую дойти до конца, сразу, если что-то извлекаетесь, сразу не выходите звезды, а вот доходите до конца Там вас ждет мужчина, с которым вы сделаете мега суперовые эксперименты Для безопасного осмотра достопримечательностей гости входили каждые 10 минут, соблюдая дистанцию Маска также была обязательна, количество мест было ограничено В субботу Центр профессионального развития Кривой Камин приглашал всех бесстрашных деток на мастер-классы в честь Хэллоуина Программа в себя включала керамическую живопись, лабораторию Франкенштейна и изготовление фонариков Программа запросили детей на wspaniałą забаву хэллоуиновую Аккурат в этой соли будут się отбывать fantastyczne warsштаты, такие эксперименты То есть мы находимся в лабораториум Франкенштейна Будем делать упорные слаймы, дмухать балоны за помощью substанции таких разных, химических Будем творить невероятные микстуры На pewno будет такая чародейская забава Действие тоже будем разлупывать такие смоче-жайя А что есть в środку? Ну то доведутся уже дети, достанут млотки, будут разлупывать Сама jestem ciekawa, что там есть в środку Во время мастер-класса по созданию фонариков на хэллоуин Дети могли создать невероятно пугающие фонарики В виде призраков, монстров, черных кошек и других чудаков хэллоуина В фонарики также можно было поместить светодиодные лампочки Создающие еще более ужасающую атмосферу Сделанный на основе баночки свой фонарик Каждый участник мог забрать домой И порадовать близких своей креативностью и воображением Также организаторы приглашали на леденящую кровь эксперименты Франкенштейна Каждый опыт это большое приключение На этом мастер-классе дети создавали жуткие слизни, ломали паучьи гнезда и готовили волшебные зелья Сладкие сюрпризы и взрывы смеха были гарантированы Все отважные дети могли посетить устрашающую творческую мастерскую по керамике в обстановке хэллоуина Каждый смелый участник мог выпустить свою фантазию на волю и раскрасить кружку по своему вкусу Главными символами жуткой встречи были призраки, тыквы, летучие мыши, ведьмы, котлы, паутина и все что ассоциируется с темной датой 31 октября В конце безумно веселой вечеринки дети охотились за конфетами, которые выпадали из космарного воздушного шара На все мастер-классы дети приходили в костюмах разных сказочных и волшебных персонажей Не только страшных и злых, но, конечно же, и добрых, что придавало празднеству маскарадное настроение Это были все новости недели Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий И, конечно, не забудьте подписаться Субтитры подогнал «Симон»